Лицкий хлебозавод 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 Руководитель Дятловского ликюроводочного завода. Более 100 дней не рассчитываются с предприятием за поставленную продукцию торговые объекты Белка-Апсоюза и с других областей. На сегодня задолженность составляет более 1 миллиона 700 тысяч рублей, а ведь эти деньги необходимы ликюроводочному заводу. Рассказал руководитель предприятия и о проблеме, возникшей с загрузкой производства уксуса. С данным вопросом председатель обл. сполкома поручил разобраться представителям Гродно-мяса Молпрома. Переобучение по специальностям, требующимся на рынке труда и создание новых рабочих мест, по словам председателя Гродненского обл. сполкома Владимира Кравцова, помогут решить проблему занятости населения, в том числе и в Лицком районе. Сегодня в нашем регионе уровень безработицы составляет 1,7%. Этот показатель значительно вырос после того, как стал реализовываться декрет президента о предупреждении социального иждивенчества. Увеличилось и число состоящих на учете в отделе содействия занятости. Сейчас таких 1068 человек. Среди безработных порядка 70% мужчин, в основном имеющие среднее или профессионально-техническое образование, и длительно не работающие. Средний возраст безработных – 42,5 года. Найти для них вакансии непросто, так как на предприятии и в организации требуются квалифицированные специалисты. Вместе с тем главой государства перед местной властью во всех регионах республики поставлена задача до 1 мая предложить людям работу, и она должна быть выполнена. В Лидии много предприятий, республиканского подчинения, крупных предприятий. Так, конечно, идут вопросы модернизации этих предприятий. Что-то еще происходит на рынках. Поэтому все это требует определенных изменений в подходах, в организации, в продукции, какую выпускать, в каких объемах и так далее. И в результате, конечно, происходят вопросы сокращения какой-то численности, излишней численности. Это, в общем-то, увеличение времени, никуда не денешься. Но вместе с тем, если сокращается рабочее место или увольняются люди, они должны же предложить другое что-то. Поэтому такая проблема была для Лидии, а еще более обострилась с учетом применения норм декрета номер 3, когда, в общем-то, часть населения, которое не работало, не трудилось, оно пришло на рынок труда. Поэтому это еще обострило ситуацию. Вот главная задача для органов исполнительной власти найти такие пути, варианты решения этой проблемы. Предложить людям работу. Путей решения много разных. У нас есть фонд занятости, мы формируем, там немалые средства. Они идут на поддержку тем, кто начинает какую-то свою индивидуальную деятельность. Значит, на переобучение или обучение каким-то специальностям, которые сегодня востребованы на рынке. Потому что, в принципе, у нас сегодня вакансий даже больше, чем зарегистрированных безработных. Но это же не значит, что вот все пойдут на эти вакансии. Там есть вакансии, на которые надо обучиться, получить эту специальность. Вот есть средства, которые мы за счет государства обучаем людей и даем им возможность трудно строиться. Есть и другие подходы. Организация новых предприятий, производство, работа с частным бизнесом, с малым, средним бизнесом, поддержка этого бизнеса, развитие деловой активности, инициативы у людей. Еще раз повторяю, очень широкий спектр, чем нам заниматься надо в самое ближайшее время. 80 делегатов из 11 первичек учебных заведений, организаций, предприятий Березовки стали участниками 6-й отчетно-выборной конференции первичной организации с правами райкома БРСМ Березовского городского исполнительного комитета. На мероприятии были подведены итоги работы организаций за 2014-2016 годы. Сегодня в Березовке 719 БРСМ-овцев в возрасте от 14 до 31 года. Наиболее активно работают первички во второй школе и гимназии. За последние три года березовская молодежь инициировала, организовала и провела более сотни различных мероприятий гражданско-патриотической, волонтерской, социальной, культурной и спортивной направленности. В ближайшие три года такая деятельность будет продолжена. На конференции также было озвучено, что в будущем необходимо активизировать работу по проведению для союзной молодежи городских игр, квестов и ряда имиджевых мероприятий. Это и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, без которого особенно на современных реалиях никуда. Действительно сложная обстановка кругом вокруг нас, поэтому мы не можем упустить молодежь, ее развитие и воспитать их как истинных патриотов и граждан нашей с вами страны. При этом следующее направление – это, естественно, волонтеры, поскольку, как бы там ни было, основной упор делается на ту молодежь, которая может оказывать помощь где-то инвалидам, где-то детям, которые остались без попечения родителей. Сюда можно включить и профилактическую работу с трудными подростками, которые также мы не можем их бросить и сказать, что это вроде как не наше. Нет, вся молодежь, наши они члены, не наши, они в любом случае под нашей опекой, под нашей заботой и будем уделять им большое внимание. Здесь и проекты, скажем так, которые будут в большей степени указывать на государственность нашей с вами страны, и поэтому и такие акции, как «Цветы Великой Победы», такие акции, как и «В памяти навеки имена», которые, дай бог, в этом году будут еще более массовые, нежели в прошлом году. Стоит отметить, что в прошлом году на 9 мая больше 2000 молодых людей вышло с портретами своих родственников, своих знакомых. Где-то это были портреты, которые нам присылали в областную группу, в группы, которые существуют в социальной сети ВКонтакте, как виртуальные музеи памяти. Поэтому я думаю, что работа будет интересной, разноплановой и достаточно активной и успешной. На отчетно-выборной конференции был избран новый комитет первичной организации с правами райкома БРСМ Березовского горысполкома. Возглавлять его в ближайшие три года доверена Виолетя Копцевич, которая на должности секретаря уже полтора года. Были определены на конференции делегаты от Березовки на шестую отчетно-выборную конференцию Лицкого райкома БРСМ, которая состоится 5 апреля. Участие в ней примут пятеро березовчан. Работа нашей первичной организации была признана удовлетворительной, что нас очень радует. Планы на будущее мы построили, будем всеми силами стараться их выполнить и достигнуть намеченных целей. Также в рамках конференции присутствовали гости из Гродненского областного комитета и из Лицкого районного комитета. Приятно отметить, что наши приглашенные наградили самых активных ребят, самых активных, инициативных, учащихся нашей первички. Наградили грамотами и ценными призами. Продолжаем выпуск. Еще одна многодетная мама из Лиды удостойного ордена матери. В указе президента Беларуси за рождение и воспитание 5 и более детей, подписанном вчера, значится технический работник Лицкой гимназии Марина Мордецкая. В ее семье растут пятеро детей в возрасте от года до 10 лет. Четырехлетняя жительница Древней Минуэта Алена Стацевич, которой год назад поставили диагноз нейробластома 4-й степени и которой личане собирали деньги на лечение за границей, в том числе и во время благотворительного телемарафона, организованного Лицким телерадиообъединением, сегодня вместе с мамой отправилась во второй раз в Германию. Там девочке предстоит пройти иммунотерапию. До этого в немецкой клинике Алене был сделан блок химиотерапии. Закрепит результат и предотвратит новый рецидив. Такие надежды возлагает на лечение в Германии семья Алены Стацевич. Уже год четырехлетняя девочка борется с онкологией. В Беларуси ей удалили опухоль, провели несколько блоков химиотерапии и трансплантацию стволовых клеток. В России Алене делали МАБИДЖ терапию йодом и дважды МАБИДЖ с синцеграфием. Однако этого было недостаточно, чтобы болезнь ушла, а на дальнейшее лечение за границей необходимо были немалые средства. Их собирали всем миром. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые помогали нам финансово, информационно. Огромное спасибо вам за поддержку, за помощь нашу, что вы остаетесь с нами в нашей нелегкой ситуации и проходите весь путь с нами. Огромное вам спасибо и низкий поклон. С вашей помощью мы, думаю, подарим этому ребенку жизнь, моему ребенку. Огромное вам спасибо всем. Дай вам Бог здоровья. Спасибо, что всем помогаете мне. Воздушные пацаны, да. Слова благодарности – это то, чем наполнены сердца родителей Алены, ведь без помощи неравнодушных людей справиться с бедой им было бы невозможно. Да и сейчас семье Статцевич без поддержки не обойтись. Средства, собранные для лечения в Германии антителами, частично были потрачены на химиотерапию по протоколу РИСТ, так как дополнительное обследование в немецкой клинике показало у Алены рецидив. 2 января мы приехали в клинику Германии, прошли полное обследование, на котором немецкие врачи выявили рецидив. У Алены остался поражен костный мозг менее чем на 2%. После этого нам было предложено пройти химиотерапию по протоколу РИСТ. Мы прошли один блок этой химиотерапии 8 недель, после которого опять было сделано обследование. На обследовании была выявлена положительная динамика. Это, как сказали мне немецкие врачи, состояние не улучшилось, но стабилизировалось. И они нам рекомендовали, у нас есть официальная бумага от немецких врачей, что нам рекомендовано пройти иммунотерапию. Нами было собрано с вашей помощью 150 тысяч евро, которое мы перевели на клинику. Но нам было рекомендовано, когда выявили рецидив, чтобы мы прошли химиотерапию. Стоимость всей химиотерапии была заявлена как 165 тысяч долларов. Этот сбор был закрыт, но деньги потрачены не все, потому как мы прошли только половину химиотерапии, химиотерапии больше нам не нужно. По приезду мне немецкая бухгалтерия в немецкой клинике предоставит выписку, на которой будет видно, сколько денег потрачено, сколько осталось. Но я думаю, что примерно около половины осталось. Еще нужно собирать всего. Нам нужно 150 тысяч евро, опять же, на эту иммунотерапию. Сейчас Алена чувствует себя хорошо. Предпринятые немецкими врачами меры помогли ей после агрессивного метода лечения восстановиться физически. Она прибавила в весе и подросла на несколько сантиметров. Однако сейчас ее ожидает еще один этап лечения – блок иммунотерапии антителами. Он должен стать завершающим в лечении нейробластомы. Это достаточно болезненная процедура, в результате которой иммунитет пациента распознает чужеродные клетки и начинает бороться с ними. Немецкие врачи говорят, лечение антителами позволит малышке выйти в ремиссию. Немецкими врачами нам было рекомендовано пройти иммунотерапию, как завершающий этап лечения нейробластомы. 3 апреля мы госпитализируемся в клинику Грайсвальд для прохождения первого блока антител. Всего их будет проведено 5 блоков по 5 недель. 10 дней мы находимся в клинике, нам вводят антитела, и 3 недели, ну там около 3 недель, мы находимся на съемной квартире. Пройти завершающий этап лечения нейробластомы Алене Стацевич можно путем перечисления средств на расчетные счета, открытые в Беларусьбанке, а также сделав пожертвование в специальные копилки, установленные в магазинах Лиды. Копилки установлены в магазине, от магазина «Подздам», да, «Подздам» в Южном городке, в Северном, на Тухачевского, на Рабиновского магазин продукты, в этом Калиласка большой магазин, Евроопт на Красноармейской, химия в быту. С целью оказать помощь жительнице деревни Миноиты Алене Стацевич и личанке Полине Амельченко, которых объединило общее горе нейробластомы четвертой стадии, в субботу, 1 апреля, в Лидском историко-художественном музее будет работать благотворительная ярмарка. Она откроется в 12 часов. Средства изначально пойдут в благотворительный центр «Пора», поскольку ярмарка организована при их поддержке. И с центра «Пора» все деньги, перечисленные с этой ярмарки, будут перечислены на благотворительные счета Алены и Полины. Выставка-концерт, она будет проходить 1 апреля с 12 часов дня до 5 вечера в Лидском историко-художественном музее. Вход бесплатный, на ярмарке будут участвовать наши мастера города Лиды, также присоединились к нам мастера города Гродно. Ярмарка будет сопровождаться концертом, на концерте будут выступать и музыкальные, и танцевальные коллективы нашего города, также будут оборудованы две фотозоны. Мы пригласили двух профессиональных фотографов, поэтому можно будет пофотографироваться, сделать какую-то фотосессию на ярмарке. Также наши мастера-кондитеры приготовили сюрприз для детей. Это будет зонзибар, где будет очень много сладостей для детей, поэтому с детьми там будет тоже очень интересно побывать. Организаторы ярмарки просят всех, кто шьет, вяжет, вышивает, рисует, фотографирует и имеет большое доброе сердце откликнуться и принять участие в мероприятии, и тем самым внести свой вклад в оздоровление Алены и Полины. Коллектив Лицкого телерадиообъединения не раз присоединялся к благим делам. Не оставил он в беде и семью Сергея и Ольги Амельченко. 20 апреля Лицкое телерадиообъединение организует благотворительный марафон по сбору средств на лечение за рубежом их четырехлетней дочери Полины. Мероприятие состоится во Дворце культуры. Прямую его трансляцию можно будет увидеть на нашем канале. Начало в 19 часов. А участниками телемарафона станут Саша Немо, Ольга Плотникова, Дмитрий Королев, дядя Ваня, Виталий Карпанов и группа Дрозды, и группа Лайт Саунд. Билеты уже в ближайшие дни можно будет приобрести в кассе Дворца культуры и нашем рекламном отделе в гостинице Лида. Также их можно будет заказать на дом или в офис в пределах Лиды по телефонам 52-70-75 и 029-884-11-15. Стоимость билета – 18 рублей. Все собранные средства пойдут на лечение Полины Амельченко. Следующая информация для четвероклассников и их родителей. Гимназия номер один города Лиды проводит занятия по подготовке к поступлению в пятый класс. Родительское собрание состоится 1 апреля в 10 часов. Дополнительная информация по телефонам 65-28-22 и 65-28-24. И сегодня у меня все. Завтра в 19 часов на нашем канале смотрите программу «Из первых уст». Ее гость – заведующий отделом коммунальной гигиены Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Николай Петренко. Вопросы можно задать в прямом эфире по номеру 182 либо посредством СМС на номер 9703. Информационная программа «События» в следующий раз выйдет в эфир в пятницу в 7 часов вечера. До свидания. Партнер программы «События» – Лидский хлебозавод. Всегда ароматная и свежая продукция. Выпеченная с любовью по традиционным и новым рецептам. Лидский хлебозавод. Лидский хлебозавод.